С Новым Годом, друзья мои дорогие! С новым... С новым счастьем не говорят. У кого-то есть и счастье, и я не хочу новое счастье. Начинаем. 2023 год достойно. И чем оно у меня начинается? Так как я была в ресторане, я дома ничего не готовила. Хотя, смотрите, у меня здесь утка. Уже это вторая утка. Сейчас, смотрите, такой хаос на кухне. Почему? 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 Потому что я хочу приготовить не хачапури, не пиццу. Хочу приготовить бурек. Вот, смотрите. Сама придумала. Не знаю, получится или нет. Но очень хочется что-то изменить. Вот, просто раскатаю его или рулетиком. Рулетиком. Все это запеку в духовочке. Покажу вам. Вот, что получилось с этого бурека. Мои дорогие друзья. Я хотела посыпать кунжутными семечками. Не могла найти. Ну, помазала только яйцом. Вот, яйцом смазала. Будем сейчас кушать и разрезать. А здесь у меня жарится картошка. Мы вчера не едли картошку. Вообще, мы так провели вечер. Вот, пришли такие голодные, можно сказать. Сейчас будем смотреть, какое внутри. Смотрите. Сыр. Творог. Чукушлема же была. Попробуем. Смыслово. Ничего. Такой горячий, я не могу говорить. Для разнообразия пойдет. Вот мы получили такой сыр вкусный. Вы не представляете, какой он вкусный. Вот он с таких нитей. Прямо свежий-свежий. Приятного нам аппетита. С Новым годом! С Новым годом! И у Светланы Новый год. Хумус. Плов. Светлана ждет гостей. А здесь у меня утка. Утку я делала первый раз. С яблоками. Немножко она подгорела у меня. Ну, первый раз. Первый класс. Жду гостей. Покажу стол, который я приготовила. Посмотрите, пожалуйста, салат. Это с красной рыбы. Это оливье я так им сделала. Салат оливье просто придала ему такую форму. А это баклажаны у меня. Синенькие. С орехами. Тарелка сырная. Посмотрите, как фруктовая тарелка. Какая красивая. Я так готовила ее от всей души. Естественно, хачапури мои грузинские. Тарелка с чем? Видите сами, с чем? И все. Водка у нас. Вот такая у нас красота. Мне кажется, это лучше поставить вот сюда. Тут намного красивее. Я жду гостей и чувствуется Новый год. Только сейчас. Ой, кажется, сюда можно поставить зеленушку. Нет? Посмотрим. Всем привет, мои дорогие. Как вы поживаете? Как прошли ваши праздники. У кого-то они еще продолжаются. А я вот решила выйти погулять. А у нас такая жара. Такая шикарная погода. Надеюсь, вы по мне соскучились. У меня такой настоящий отдых. Лучше я на набережную сегодня погулять, собраться с мыслями своими. Потому что столько мыслей в Новом Годном, столько планов. Ну, у меня Новый Год немножко получился не так, как у меня ожидало. Я пригласила потом гостей к себе домой. Мы так хорошо повеселились. Но в этот день у меня было какое-то отравление непонятное какое. Продолжалось такое-то состояние два дня. И вчера я ожила после рессинтонейрографии. Очень много было у меня интересного. Сегодня я вышла на набережную. И хотелось бы начать каждый день. Знаете, я сейчас вот просто закрыла, чтобы попотеть. У нас свет отключили. Я не знаю, в чем причина, но отключили свет у нас. Поэтому я решила выйти. Свет меня вытурил из дома. Выгнал. Говорит, иди давай. Посмотри, какая погода. Действительно, какая замечательная погода. Сегодня я решила идти на зумбу. После такого перерыва соскучилась. И я думаю, что я совсем не поправилась за вот эти последние дни. Когда мне было хреново, я сбросила все, что набрала. Так что, мои дорогие, начинаем сезон. Все впустить, черепырь. Смотрю, очень много девочек новых. Подружусь, познакомлюсь. Самое главное, я начала вытаскивать себя из дома. Хотя так неохота. Всем привет, мои дорогие. Давно я с вами не общалась. Как вы догадались, бегу на зумбу. Ой, чуть не наступила в какашки. Хотя это говорят, какашки это к деньгам. Я не хочу у них наступать. Пускай так придут. Погода сегодня какая-то такая непонятная. Давно я с вами не общалась. Хочу вам рассказать, что вчера у меня был такой насыщенный спортивный день. Наконец-то я проснулась. Начала с набережной. Но погода просто была необыкновенная. Не то, что сегодня. Солнечная, теплая. Я даже бегала, вы понимаете. Я не знаю, сколько я пробежала. Но я подумала, сначала 200 метров. Потом мне так понравилось. Еще 200, еще 200, еще 200. И добежала. Ну, нормально, я считаю, для первого раза. Потом встретила одну знакомую с зумбы. Турчанку. И вот, знаете, хотела рассказать ее историю. Просто, чтобы вы понимали, что проблемы в отношениях бывают у всех. Вот она сидит там на набережной, покуривает сигаретку и куда-то следит. Я говорю, а что такое? Она так активно ходит на пилатес, на зумбу, не пропускает. Почему? И хочет куда-то пойти работать. Почему? Почему вы думаете? Потому что муж на нее не обращает внимания. Столько они поженились. Он с ней вообще не выходит никуда на люди. Она знает и видит. И он не скрывает в переписках с другими женщинами, что у него есть любовницы. Но она от него зависит, и она не может уйти, потому что она не имеет работы. И на что она будет жить? И она говорит, вот сейчас я выйду на работу. Вот сколько я ее знаю, год уже, она все выходит. Выйду на работу, буду заработать, зарабатывать, и тогда я разведусь с ним. А я говорю, а как? Вот, говорит, он там напротив будки сидит в полицейской. Там работает. Но он ко мне не подойдет никогда. Он не хочет, говорит, не хочет. И прямо рассказывает мне, и слезы такие у нее в глазах. А я говорю, так, спокойно, стоп, и не нервничай. Значит, правильно делай, что ты выходишь и общаешься с девочками. Так и продолжай. Я не смотрю в камеру, потому что слежу за дорогой, и что-то мне так сильно голова заболела. Ох, ретроградный Меркурий. Вчера было очень много физических нагрузок. Ничего пройдет. И в итоге, знаете, я так подумала, что она вышла замуж, и ни один день не было. Вот, говорит, как-то улучшаются отношения обратно. И вот он переписывается с кем-то, с женщинами. Ходит, гуляет с друзьями, все. Я, говорит, с дочкой пошла на Новый год на площадь и отметила Новый год. А он пошел в ресторан с друзьями. С друзьями и с подружками, наверное. Я не знаю, с кем он там пошел. Но вот такая история тоже. И женщины терпят в этих отношениях такое отношение хамское к себе. Из-за чего? Из-за того, что у них некуда идти и ни на что жить. А я говорю, а квартира? Ну, когда как при разводе мы, естественно, это все поделим. И вот так она рассчитывает. Вот такая история. И вот она, я с ней задержалась, я хотя была вся мокрая. Потом... Впереди моя Юлия бежит, но я ее не догоню, уже расскажу вам историю. Я с ней задержалась и поговорила. Потом, думаю, все так, кулиска к сердцу не подпускать. И мой муж позвонил на завтрак. Говорит, ты где, я говорю. Говорит, оказывается, было уже к часу, к часу времени, час времени был. Я потом пришла, мы позавтракали, так вкусно с мужем. Света у нас не было. Как выключили с утра и до самого вечера, до пяти часов. Он забыл просто мне предупредить. Всем соседям пришла смс на телефон. И, мои дорогие, что еще хотела вам рассказать. Днем я сделала йогу часовую. И вечером я побежала на зумбу. Я столько полисала. Так девчонки обрадовались, меня увидели. Ну, не знаю, насколько они обрадовались. У нас уже поднялась в январе в этом году цена на зумбу. У кого есть мизитли карта, 160 лир будет. У кого нет, 200. И еще там придумали что-то за уборщицы из своих карманов. Ну, по пять лар, кажется. По пять лир. Но это все копейки. Вот такие вот дела, мои дорогие. И я вчера очень плохо спала. Я, в принципе, только что позавтракала вчера. Наелась фруктов. И все, мои дорогие. Вот так вот прошел у меня день. И вот сегодня что-то ретроградный Меркурий дает о себе знать. Сейчас покажу вам кое-что. Ну, вот. Вот красотулечки. Ой, их как много. Вы знаете, у меня аппетит совсем пропал на них. Вообще не хочу не кушать их, потому что с ними столько возиться. С этими утками, с этими гусями. И она в итоге, я за столько дней, да, я попробовала только крыло. И не хочу больше его пробовать. Не знаю, у меня такое, какое-то отвращение ко всему. Как к еде такой. Праздничной. Что я ничего не хочу. Пришла моя знакомая. Я все ей на второй день все отдала. Все салаты, которые были не заправлены, конечно, майонезом. И майонез свой отдала. И плов. Все, все отдала. И тортиком угостила. Не знаю, друзья мои, все отдала. С Украины у меня есть девочка. Здесь Наталья, вы знаете. И она с удовольствием покушала. Кстати, она идет. Похоже на нее или нет. Вот их сколько много. Не хочу я вас есть. Не хочу. Вы не вкусные. Вы не настолько вкусные, сколько говорите о себе. Да, живите на здоровье. Только не надо для кухни. Наша птичка вышла из-под домашнего ареста. Сутки мы ее держали. Так как думали, что она немножко заболела. Какие-то звуки она издает странные. И мы решили ее изолировать от внешнего мира. Чтобы она ничего не покушала лишнее. Но врач сказал сейчас, позвонил муж, что она все равно так же делает. Выпустите. И он такой счастливый. Летает по всей квартире. Игрушки эти мы уже сняли. Боимся все. Краска или еще что-нибудь. Смотрите, как он держит, долбает этот шарик. Смотрите. Какой у нас сильный мужичок. Парень растет. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.